ребята привет алексей грильков с вами сегодня мы с вами разберем пивную кухню вы наверняка те те вернее люди кто на меня подписан уже достаточно давно то знает что я делал уже по-моему два рецепта мясных чипсов сейчас ссылочки выпадут здесь но сегодня я бы хотел вам показать как можно интересно закоптить я бы сказал так даже не то чтобы закоптить а именно сделать вяленое мясо вяленые чипсы но мы будем использовать сегодня гриль очень интересный маринад мы задействуем сегодня пиво определенное естественно расскажу чуть попозже какое рецепт долгий рецепт муторный но я хочу показать вот эту технологию приготовления вот такой мясных чипсов либо вяленой говядины называть как хотите короче как это сделать в условиях гриля это чумовая штукенция если у вас есть свободное время если вы приезжаете на дачу и думаете чтоб такого сделать вкусного под пенные напитки этот рецепт для вас давайте приступим к приготовлению для начала нам с вами нужно будет нарезать говядину я задействую сегодня 500 грамм говядины я вообще по идее если делают рецепт я делаю обычно полтора два килограмма но так как у меня в запасе еще осталось поэтому почему бы не показать вам на 500 граммах но я вам еще раз повторюсь делайте это побольше потому что это расходится как я не знаю как семечки это безумно вкусно я буду использовать говядину вот такую вот она не очень сильно жирная если вы будете жирный убрать просто она будет с жилками и будет сложно все это дело жевать а также подойдет в принципе и свиная вырезка я предварительно вот этот кусок за где-то у меня час в морозилке пролежал когда его купил в магазине для того чтобы легко было это все нарезать к насколько тонко нарезать ну вот где-то куски должны получаться вот такого вот размера где-то сколько я даже не знаю сколько это ну вот в общем вот что-то около того в этом рецепте есть одна главная фишка это в том что мы по сути будем два раза мариновать я в конце объясню с чем это связано смотрите все мясо которое у нас получилось мы вот так перекладываем в удобный контейнер и для начала нам нужно все это замариновать ну хотя бы вот такие куски получаются видите они и не тонкие не толстые но вот то что надо нам понадобится пиво я очень много эксперимент я даже наливал и пробовал сапой делать и сыпой делать не понравилось вы знаете что идеально подходит подождите это идеально что-то подходит открыть для начала идеальный пивас для маринада я для себя нашел это бархатное пиво я не буду говорить какой я буду использовать используйте просто то которое вам нравится оно главное должно быть вкусным вот это именно вкусное наливаем сюда нам понадобится где-то около ну что-то в районе 100 миллилитров вот так заливаем перемешиваем и оставляем буквально на час и через час встречаемся и будем продолжать сейчас главное чтобы это все напиталось вот этим вот замечательным пивным привкусом кстати говоря многие будут спрашивать а может быть и нет но я все-таки отвечу можно ли это детям до детям это будет можно потому что это будет проходить некую термообработку оставляем на час прошло час десять больше мариновать не надо нам сейчас важно чтобы она пропиталась вот этим вот сладковатым пивным привкусом вот они куски вот они немножко даже цвет поменяли они как будто взяли немного от пива что мы сейчас делаем мы сливаем эту собственно маринад это пиво хотя щас на я буду плакать когда это делать но пить это естественно нельзя сливаем маринад мясо пока отставляем в сторонку и займемся маринадом вот теперь уже основным маринадом для него нам понадобится мы не будем задействовать сегодня соль на пол килограмма мне понадобится где-то 5-6 столовых ложек соевого соуса возьмите не концентрированный если вдруг используете а соевый соус кикаман то тогда чуть чуть поменьше просто он сам по себе более концентрированный 1 чайная ложка гранулированного чеснока 1 чайная ложка сушеных хлопьев чили пол чайной ложки тимьяна ну или чабрец как он еще называется добавляем сюда по поводу свежемолотого перца я его сегодня не задействую потому что для этого мне понадобится так называемый перец лимонный он уже с добавлением лимонной цедры я так понимаю если вдруг не найдете то просто обычный свежемолотый перец и немножко буквально чайная ложка лимона чайная ложка паприки с горкой можно даже две добавить кстати говоря я добавляю сегодня опять копченую но я думаю что я сильной разницы опять не почувствую потому что это видимо нужно готовить в домашних условиях чтобы что-то понять что она под копченая какая-то ну и настало самое время для моего любимого ингредиента который я добавляю везде и всегда но это именно маринованная халапеньо во первых нам понадобится маринада немного то есть это где две чайные ложки теперь добавляем вот такого сколько же добавить то наверное вот такого количества будет самое что на есть подходящее количество и все теперь мы вот это все мелко-мелко с вами нарубим сейчас измельченную халапешку мы с вами добавляем вот в этот вот маринад все что теперь осталось сделать это между собой все тщательно тщательно перемешать сразу могу сказать по поводу маринада он очень концентрирует пробовать его не надо соль мы туда не добавляем так как я использовал соевый соус я одеваю свои любимые перчатки доктора потому что пачкаться я не очень хочу на улице и что мы делаем мы теперь все это кашицу вот так вот выливаем сюда вот так вот да всю до последнего и между собой перемешиваем сейчас все это будет мариноваться по времени маринования я оставлю часов на 12 но вообще в идеале 24 часа они должны промариноваться просто как нельзя лучше это не сказать что сильно остро это очень пряный интересный маринад да немного естественно ностер но так как я считаю что пивная кухня должна быть ну как минимум пикантный наверное да то мы с вами оставляем и уже встретимся завтра я покажу по какой интересной технологии мы с вами будем все это готовить на гриле увидимся завтра но пока отставляем а где хранить естественно и запускать в холодильник убираем прошло 12 часов пришло самое время рассказать вам про метод приготовления который я буду использовать он на в америке в германии я знаю точно считается уже как знать такой классический вы много кто приняли применяет у нас на русском сегменте youtube и я не видел рецептов таких поэтому хотелось бы мне продемонстрировать может быть кому то будет интерес потому что с этой методой можно делать и ребрышки офигенные можно делать и мясо просто шикарная принцип идет томление это знаете нечто такое среднее между холодным копчением и горячим копчением давайте расскажу что нужно будет сделать а во первых на гриль мы выставляем сейчас уголь змейкой так называемая система cold snake то есть холодная змея холодное копчение некая да мы ставим полумесяцем обычные ничего не поджигаем их ничего просто распределяем их вот такой вот буквой с дальше понадобится щепа я буду использовать дерево которое называется хиккори многие писали в комментариях что это грецкий орех многие что это просто орех я не знаю просто я вообще подсел на это дерево оно действительно изумительное но скажу так что я пробовал готовить с вишней с вишней мне очень тоже понравилось но у меня к сожалению вишня закончу что мы делаем вишню мы вымачиваем вот эту щепу и раскладываем по всей поверхности вот этой вот змейки получается равномерным слоем то есть чтобы было ровное количество по всей поверхности этой змеи все что останется теперь сделать это буквально 56 угольков уже разогретых их мы ставим в самое начало змеи и все по сути все заставим решетку и кладем мясо не над змеей а вот в этой вот стороне чтобы был такой метр чтобы понимать что будет происходить сейчас будет вы как ведь принцип фитиля будет в разгораться щепа будет действовать будет пропитывать мясо этим замечательным вкусом по температуре которая должна присутствовать в гриле я могу сказать что по моей практике это где-то от 35 до 50 градусов но вот при том количестве которое положил она выше просто не сможет расти никак я думаю что у вас будет то же самое клапаны мы все открываем на гриле и ждем приготовьтесь где-то четыре с половиной пять часов до это еще раз повторюсь если это делать то делать хотя бы килограмма полтора это безумно вкусно это разлетится это невероятно классно щепу подбирайте просто любую которая вам больше всего нравится не знаю как насколько зайдет этот ролик мне хотелось показать именно вот эту технологию потому что она действительно очень любопытная и блюдо получается невероятными мысль на что мы сейчас делаем каждые два часа мы будем снимать показывать вам в каком состоянии будет мясо в каком состоянии будет змейка это все будет под музычку а потом уже представление блюда и будем пробовать в итоге прошло ровно четыре часа десять минут я это все засек это невыносимо вкусно пахнет я хочу вам сказать лишь одно если вы не найдете вот эту щепу дерево хиккори обязательно берите вишню пошли то тоже уже проверенный момент что получается у нас в итоге да можно любую взять посмотрите она не сейчас крупный кадр будет вы увидите она вот так вот вот она мягкая это поймите это рецепт не мясных чипсов они не должны быть хрустящие это должно быть именно такое вяленое мясо нечто похожее на холодного копчения нечто похожее на горячего хотя по идее холодного копчения потом коптится все до 40 градусов если мне память не изменяет давайте выглядит миску обалденно на срезе видно какое оно симпатичное еще раз повторюсь если ладно давайте попробую потом все вам расскажу давайте по пунктам первый момент чем это все отличается если нежели это делать в духовке так называемые мясные чипсы джорки это другая тема я знаю что многие рецепты в интернете есть где говорят что добавляем жидкий дым и можно в доме добиться такого же результата ребят я могу сказать так честно что для меня жидкий дым стоит наряду с резиновой женщиной безалкогольным пивом будут серьезно я не воспринимают эту эту специю или вот эту дрянь не знаю мне она не нравится я ее чувствую в любом продукте поэтому не рекомендую вам использовать его этот метод великолепен если у вас есть гриль не обязательно чтобы это был гриль вебер это может быть прямоугольник какой-то гриль главное вот создать вот этот вот вакуум в котором будет вот это все коптится а по времени приготовления повторюсь еще раз это четыре четыре с половиной часа первый раз я делал у меня было где-то вообще за 3 спайна я очень много угля положил а второй раз я пришел к вот такому варианту и уже начал пробовать и разные маринады по поводу вкуса чего ждать легкая вот эта вот нотка от бархатного пива великолепно подходящие повторюсь пробовал много еще возьмите на заметку если хотите более сладкий вот такой маринад что получился маринуйте в пшеничном пиве какое ну такого из более-менее бюджетного это хугарден с ним вообще замечательно тоже получается а так по идее специи подбирайте сами под себя я показал более-менее острый вариант это не острый на уровне данька вот если не пробовал как тебе было остро на уровне нормально нас у меня даниил игоревич снимает сын натальи валентиновны поэтому в общем как-то так что хотелось бы сказать еще а специи подбирайте ваши любимые я вам показал именно вот он для меня что есть мощь это вкусно это подходит к пиву это подходит не только к пиву это очень круто знаете куда зайдет если вы идете в поход например на 5 на 6 на 7 дней вы вот такую заготовочку делаете в размере там килограмма может быть полутора берете в вакууминатор по называется откачивайте воздух и спокойно может находиться это все при обычной температуре по идее я это все храню в холодильнике но что какой храню вот сейчас пройдет ровно сейчас закончится съемка пройдет ровно 5-6 минут этого здесь не будет особенно если есть вкусное какое-нибудь пиво так что готовьте действительно интересный метод если зашла тематика пивная как всегда плюсуем на палец вверх что еще с этим методом хотелось бы показать вам ребрышки очень хочу рыбу показать она невероятно вкусно она получается ладно что я сейчас опять короче говоря думаю что рыба стопудово летом будет с вами был алексей горельков подписка на основной канал на лайв канал ссылка на группу вконтакте будет в описании до вкусных встреч пока а я пошел за пивом